Физкульт, привет! На связи Мускулшоп и сегодня поговорим о том, какой же тренажер выбрать для дома. Что лучше, беговая дорожка или эллиптический тренажер? Этот вопрос часто задают у нас на канале, часто задают люди, которые приходят к нам в магазин и не знают, что выбрать. Сегодня будем разбираться. Если вы ведете сидячий образ жизни, айтишники, водители, любые сферы деятельности, которые связаны с сидячей работой, либо же много стоите, это и врачи, и педагоги, и персонал, который работает в кафе, учителя, то есть все, которые ведут малоподвижный образ жизни, им всем придется все равно учитывать это и заниматься спортом отдельно потом, потому что нужно поддерживать свое тело в хорошем физическом состоянии. И для этого вам нужен будет тренажер. И какой тренажер вам подойдет, мы сегодня будем разбираться. Давайте проведем небольшой анализ этих тренажеров и выясним, какой из них лучше. Люди как выбирают? Сперва выбирают по цене. Заходят на какой-то интернет-ресурс, то есть на сайт, и начинают смотреть ценовую политику. Если сравнивать по цене беговую дорожку и эллиптический тренажер, то беговая дорожка, опять же возьмем усредненное значение примерно на 100 кг пользователя, и рост 175-180, средний показатель по росту человека. Примерно можно взять хорошую дорожку бюджетом где-то 350-400 долларов. Это будет дорожка электрическая, с электродвигателем, мощностью 1,5-2 лошади, смотря какая модель, какой производитель. И габариты бегового полотна где-то 135-140 см, и ширина от 30 до 35 см. Этого достаточно для этого роста и для этого веса, в принципе. Естественно, там зависит еще от производителя, от бренда. Но за эту цену хороший орбитрек вы не купите. Хороший орбитрек будет стоить примерно в районе 700 долларов. Хороший я имею в виду в каком плане. То есть там будут подшипники не только в каретке стоять, промподшипники, а и где шарнирные соединения на орбитреке, на рукоятках, на педалях. Там тоже будут подшипники. Там будет мощное крепление на стойке по несколько болтов. Там будет хороший вес конструкции. Ну и в целом будет тренажер довольно надежный. Но это уже из опыта. То есть дорожки немножко выигрывают в плане ценовой политики. Если сравнивать эти два тренажера по шумности, по уровню шума, то, естественно, беговая дорожка проиграет орбитреку, потому как даже несмотря на то, что во всех беговых дорожках есть эластомеры, и тут нужно чем дороже дорожка, тем мощнее двигатель и там лучшая система амортизации. Естественно, вы будете бегать в беговых кроссовках тоже на мягкой эластичной подошве. Но все равно шум как ни крути будет. А орбитрек в этом плане вообще бесшумный. Если не брать во внимание механические модели, которые ценовой диапазон 5-6 тысяч гривен, там цепной привод идет, и они работают примерно как стиралка на низких оборотах. То есть цепь шумит, шелестит, ну не совсем приятно и комфортно. Поэтому не советую такие модели брать. Лучше смотрите сразу на магнитные орбитреки. И они вообще не создают шума никакого. То есть вы можете заниматься, и рядом у вас будет сидеть там мама, папа, брат, и они не будут слышать, что вы какие-то тренировки проводите. То есть здесь орбитрек явно лидирует. Если сравнить по степени нагрузки на тело, то орбитрек, конечно, задействует все группы мышц, включая верхний плечевой пояс, мышцы кора, бедра, ноги полностью. То есть работает все тело. Беговая дорожка тоже задействует, но там нет силовых нагрузок, там больше кардио нагрузка. То есть опять же здесь орбитрек выигрывает. Если мы сравниваем по такому параметру, как габариты, то нужно понимать, что орбитрек все-таки он больше в размерах, хотя он имеет транспортировочные ролики, его можно переносить, вернее перекатывать после тренировки. Но сам по себе по габаритам он гораздо больше, чем беговая дорожка. Если говорить о том, что беговая дорожка в разложенном состоянии. Но дорожка имеет преимущество, она складывается. Вы ее после тренировки сложили, подняли полотно и укатили куда вам нужно на тех же транспортировочных роликах. Поэтому беговая дорожка немножко по габаритам занимает меньше места, но есть и орбитреки, которые складываются. Они, правда, стоят гораздо дороже, но тоже есть механизм складывания и они занимают совсем мало места. В принципе, как и беговая дорожка, в сложенном видео такой орбитрек будет занимать примерно 1 квадратный метр. Если брать эти два тренажера и учитывать тот факт, как они влияют на ваше здоровье, на ваши суставы в частности, то нужно понимать, что орбитрек гораздо, вообще практически не влияет на суставы, если сравнивать с беговой дорожкой. Беговая дорожка все-таки имеет ударную нагрузку, при беге особенно, при ходьбе это значительно меньше чувствуется, но все равно есть. Это нагрузка, ударная нагрузка на суставы, на колени, на позвоночник, на голеностоп. Не всегда врачи рекомендуют бег, часто рекомендуют ходьбу, очень часто. Но вот в плане нагрузки на суставы, орбитрек вообще идеальный вариант. Вообще все движения плавные, вы занимаетесь плавно, никаких ударных нагрузок, вы вообще не шагаете, не стучите стопами. То есть в этом плане я советую все-таки орбитрек. И последнее, это по степени сложности механизма, по степени обслуживания его. Я бы здесь лично, я на первое место поставил бы беговую дорожку, потому как там только нужно следить за уровнем смазки под полотном и правильной натяжкой полотна самого. Ну обычно это с завода уже полотно натянуто, и вам к этому прикасаться не нужно до поры до времени. А вот смазка, она тоже есть с завода, но пока он доедет, тренажер, пока там кто-то его соберет, она бывает высыхает, поэтому лучше сразу, как только вы получили тренажер, беговую дорожку, еще раз смазать. Орбитрек в этом плане гораздо сложнее механизм. Там больше шарнирных соединений, больше механизмов, больше рычагов. Ну то есть сложнее сама конструкция орбитрека. И соответственно поэтому и обслуживать его гораздо сложнее. Там нужно следить за, опять же, смотрели какие вы модель тренажера взяли, если орбитрек на промподшипниках, то есть везде в шарнирах, в каретке, там везде промподшипники, там практически не нужно обслуживать, только за стойкой следить, чтобы было постоянно затянуто, и все соединения тоже были затянуты хорошо. Если же этого не делать, там возникают скрипы, скрежеты. У нас, кстати, было на канале разбор по этому вопросу, как избежать скрежетов, и что делать, когда они появились. В качестве обслуживания и простоте ухода тоже беговая дорожка лидирует. По этим шести параметрам, если сравнивать беговую дорожку и эллиптический тренажер, то получается пополам. И там, и там. Плюса три в беговой дорожке, плюса три в орбитреке. Поэтому тут сложно выбрать кому-то что-то одно, но по моему личному убеждению, вот я бы себе брал беговую дорожку. Мне комфортнее. Не обязательно бегать на ней. Можно просто ходить, и это уже будет хорошо. Вам не нужно ехать в тренажерный зал. Не нужно тратить время на сборы, на дорогу. Причем не все, допустим, могут заниматься в зале. Некоторые стесняются заниматься. Вы дома себе поставили тренажер и занимаетесь любое комфортное время. Я думаю, я немножко внес ясности в эту ситуацию. Если есть какие-то вопросы, либо сомнения, можете писать лично. Мне отвечаю всем в комментариях видео на моем канале. Либо есть телефоны, там тоже указано внизу. Под этим видео будут все контактные данные и ссылка на наш сайт. Заходите, выбирайте тренажеры. На сайте Musco Shop мы всегда подскажем и дадим максимально грамотную консультацию. Мы стараемся держать марку, поэтому обращайтесь к нам. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok